В Каспийске на базе лицея номер 13 имени Расула Гамзатова состоялся масштабный семинар для педагогов дошкольных образовательных учреждений Республики. Основная цель проведения подобных мероприятий – это обмен опытом и улучшение качества работы. Сегодня у нас будут работать три площадки. Это детский сад Капитошка, детский сад Дельфинчик и детский сад Аленушка. На этих базах покажут для наших гостей все, чем богата наша Каспийская система образования. Я уверена, что сегодня все, кто приехали, получат много интересного. Наши педагоги взаимобогодятся опытом наших гостей и думаю, что ожидает нас очень плодотворный, хороший день. Семинар состоит из двух частей – пленарная и интерактивная. В ходе встречи участникам рассказали о новых изменениях в системе образования и многое другое. Будут показаны мастер-классы, доклады, открытые просмотры образовательной деятельности. Я думаю, что многие педагоги, которые сегодня присутствуют на этом стрете, возьмут для себя очень много полезного. Отметим, что на пленарной части большое внимание было уделено работе с инновационными технологиями и внедрению новой федеральной программы в дошкольное образование. Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования и науки Республики Дагестан Хадижа Аталиева рассказала об основных изменениях. Изменения такие, что если раньше программа должна была соответствовать только требованиям стандарта, а сегодня согласно требованиям стандарта утверждена Министерством просвещения Российской Федерации федеральная образовательная программа, и сегодня образовательные программы все дошкольные образовательные организации России должны привести в соответствие и стандартам, и с федеральной образовательной программой. Вскоре педагоги со всей республики отправились на площадки детских садов для ознакомления с программой внедрения новых инновационных технологий. Так, первой площадкой стал детский сад номер 34 «Капитошка», где гостям рассказали об основных целях IT и ее эффективности. Инновационные технологии становятся важной частью образовательного процесса, и мы их используем для повышения качества образования и воспитания, с целью реализации задач ФОПДУ, с целью обеспечения процессов модернизации, направленных на улучшение качества образовательных услуг в целом, и с целью развития системы дополнительных образовательных услуг. В чем же заключается эффективность применения инновационных технологий? Педагогу инновационных технологий помогают строить обучение на основе зрительного и слухового восприятия. В завершение для гостей мероприятия состоялся обед и обсуждение остальных вопросов.